Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! И начну я его с очень полезной информации. Есть такое приложение, которое называется AltaCar. Оно помогает сэкономить деньги и время на поездках на такси. AltaCar собрал в себе все популярные агрегаторы такси. Работают они в более 300 городах России. Заказывать такси можно прямо в этом агрегаторе. И давайте я покажу, как это легко можно сделать. Заходим в приложение AltaCar. Вводим адрес, куда нам нужно попасть. И смотрим, что же нам предлагает приложение. Давайте выберем такси из разряда Comfort. И посмотрим, какие сейчас есть приложения. Время 12.18. Самый дешевый вариант у нас 630 рублей. И отправляем запрос. В этом же предложении можно отслеживать движение водителя. Оплачивать несколькими вариантами. Наличными, по безналу, Apple Pay, Google Pay или бонусами. Кстати, вы можете отправить запрос сразу нескольким агрегаторам, чтобы получить машину быстрее. Например, вот так. И мы можем увидеть, что подача у второго агрегатора будет через 5 минут, у первого через 15. Все очень удобно. Приложение хорошо работает. По мне, это реально нужная, удобная вещь, которая поможет вам не стоять в дождь, снег, в мороз и не ждать долго такси. И вы сможете сами выбрать себе подходящий вариант и сэкономить, так как вы сможете сравнить цены. Ссылочку для скачивания этого приложения я оставлю внизу в инфобоксе под видео. Обязательно заходите, скачивайте. Это реально удобная вещь. Установите себе альтокар и пользуйтесь такси выгодно. Ну, а я продолжаю влог. Добро пожаловать на канал Понлайн и в новый влог. Я вот такая растрепушка, отвезла детей в сад, сейчас немножечко поработала. У меня пришла радостная новость. В общем, как вы знаете многие, у меня есть свой магазин. Раньше я всегда занималась его рекламой только в инстаграме и в тиктоке. Не особо хорошо это получается и выхлоп небольшой оттуда. И я решила, блин, моя платформа это ютуб. И почему я не заказываю рекламу на ютубе? Я стала писать некоторым блогерам, которые мне нравятся, которые разбираются в косметике, у которых именно тематические каналы, ну или, например, семейная тематика. И несколько блогеров согласились за бартер. Вот сегодня вышел первый обзор на мой магазин. Я просила максимально честно рассказывать про все, чтобы это не выглядело как вылизанный такой, знаете, обзор. Что вот, смотрите, какая красота, все круто, все супер. Поэтому я очень волнуюсь перед выходом всех этих роликов. И вот сейчас вышел первый ролик. И я его начала смотреть. И у меня прям такое хорошее настроение. Магазин пошел на встречу и согласилась со мной сотрудничать в совершенно другом формате. Поэтому это плюсик им в карму. Я сама выбирала средства, которые мне прислали. И я попросила. В общем, на каждое слово я вот так реагирую. Если человеку нравится, то я очень рада. Сегодня у нас пятница. И у меня в планах, вы не поверите, что. Конечно же, уборка. Что я могу еще сделать? Но у меня сегодня будет необычное место уборки. Я очень-очень люблю нашу ванную. Единственное, что бы я сюда добавила, это сушильную машину. Мне просто все про нее уже сказали, что сушилка это просто что-то нереальное. Это как посудомойка. Нет у меня, к сожалению, сушилки. И здесь нет возможности ее поставить. Не хочу я вот сюда ее нагромождать. Потому что, видите, у меня здесь и зеркало нависает, и места нету. Сюда тоже не хочется. В общем, в этой квартире обойдусь пока без сушилки. Единственное место, которое мне в моей ванной не нравится, это вот этот закуточек. Я вам сейчас покажу, что там делается. Вот видите, все такое черное там. Вот здесь вот. И так далее. Понятное дело, я туда никак не могу залезть рукой. То есть, куда я залезаю, я протираю, конечно. Но, видите, все равно черное остается. Так вот, у меня же вот этот вот пылесос, он же еще и парогенератор. И есть специальные насадки. Вот я хочу сегодня их достать и почистить вот здесь всю вот эту вот грязь. Ну и заодно помыть ванну, туалет. Все, в общем, помыть, привести в порядок сегодня именно ванну. А, и пол, конечно же. Так что сейчас я досмотрю обзор. Ну и еще хотелось бы, конечно, голову помыть, потому что, видите, что-то это. Я сделала еще одно важное дело. Я написала список того, что нужно сделать по квартире за 2022 год. Надеюсь, что это все получится. Хотя здесь, на самом деле, списочек очень большой. Но, в первую очередь, по важности у нас идет детская, потом кухня, потом коридор. Затем уже спальня и в конце только балкон, который в спальне. Скоро буду снимать видео на следующей неделе как раз про то, что планируем здесь переделывать. Как планируем переделывать комнату под уже ученика первого класса и будущего ученика. Расскажу свои идеи, идеи мужа, что мы тут как хотим переделать. А уже как получится, мы посмотрим, я думаю, летом, если заработаем на ремонт. Я отсоединила от пылесоса вот эту основную часть, которая как раз будет в качестве парогенератора. Принесла трубку и принесла три насадки. Такую. Здесь просто струйка. И вот такую плоскую. Попробую все три, какая лучше подойдет. Вот. И еще тряпочку даже взяла. Давно я им не пользовалась как парогенератором. Я его использую, чтобы мыть и пылесосить полы. Это очень удобно, реально. Минус его единственный то, что у него провод. И он достаточно тяжелый. Начнем с этой насадки. В результате я только вычистила вот это и прям чуть-чуточку получше стало. Из-за того, что очень узкая, туда помещается только вот эта вот насадка и не получается ничем как бы вот тереть. Ну все, в принципе, получилось не так уж и плохо. Отмылась. Стало явно лучше. Но нужно менять новый силикон. Вот видите, где темненько, это все-таки надо отдирать и новый делать. И то же самое вот здесь. И еще я помыла туалет тоже с помощью парочистителя. Мне понравилось. И под туалетом тоже там есть шурупы и так далее. В общем, все-все-все помыла. Сейчас хочу разобрать вот этот ящик с игрушками. Половину выкинуть, потому что они здесь есть, которые уже не очень. И помыть, собственно говоря, ящик. Он там грязный. Сегодня, я думаю, все. Сейчас буду, тихонечко перейду в детскую. Поменяю детям постельное белье. Все здесь соберу. И буду собираться за Кириллом, отвозить его в школу. Вот она приятная радость, когда реально кровати чистые. И сразу полкомнаты чистые. И ничего у нас не меняется. Как только я уберусь, Клаус приходит и ложится. Я, походу, для него убираюсь. Шарики у нас, кстати, до сих пор держатся. Дети их немножечко развязали, но все равно. Тимой шляпкий. Я уже, кстати, приготовила портфель брать с собой для Кирилла. Сегодня очень неожиданно Тимофею пришел еще подарок от мальчика, которого он пригласил из группы. Но они не смогли прийти. День рождения у нас был неделю назад. И как бы... Ну, обычно, если ты не приходишь на день рождения, ты потом не даришь подарки. А тут сегодня с утра подарили. И для меня это было такое удивление. Для Тимофея тоже вот такую вот электровикторину. Скоро в школу. И еще к нам, когда приезжала крестная, Тимофею подарила вот этого вот крипера. Или кто это, я не знаю. Тимофей говорит крипер. Созвучно, конечно, с не очень приятным словом. Вот. Это из Майнкрафта. Игрушка. Тимофею она очень нравится. Он с ним спит. Везде ходит в сад. Если бы можно было брать, он бы его и в сад взял. Наши родственники, друзья. Я уже говорила в сториш, я не знаю, как их называть. Потому что родственники звучит как-то слишком официально. А просто друзья... Ну, в общем, они нам друзья, но еще являются родственниками. Вот. Подарили Тимофею вот такого Майлса Моральса. Ему очень он нравится. Вообще, он сейчас таких монстриков любит. Очень доволен. У него огромное количество просто подарков до сих пор. Сейчас уже стала одеваться, чтобы выходить. И вспомнила про вот эти штучки. Это патчи локальные от прыщей. У меня весной всегда у кожи начинается авитаминоз. Или как это называется. В общем, она краснеет. Больше высыпаний и так далее. Особенно, если я ем сладкое или цитрусовое. То все на лице вываливается. Кстати, надо бы полисор попить. С утра сделала вот эти локальные патчи. Они высасывают влагу из прыщей. И быстрее помогают заживлять их. У меня сейчас в магазине продаются вот такие вот сцентелла. Они еще успокаивают кожу. Ну, кто знает, сцентелла очень хорошо влияет именно на прыщи. Здесь они двух размеров. 10-12 миллиметров. Пол дня это мало. Лучше, конечно, на ночь. Вот видите, какой патчи. Внутри такая точечка. Большая, а самая маленькая. Вот эта большая точечка, это прыщик. Здесь тоже вот эта точечка видна. Можно теперь наносить крем и тон. Наша семья участвовала в садике, в соревнованиях. Которые назывались «Мама, папа, я спортивная семья». И, оказывается, мы выиграли первое место, да? Да. И что, ты еще выиграл шоколадку? Да. Класс. И что, у меня есть вторая медаль. Да, у Кирилла уже вторая медаль. Первая за футбол, вторая вот за спортивный. Кирилл там приседал. Я делала выпрыгивание, а папа у нас в планке вставал на локти поочереду. Надо было много-много раз встать. Дай пройти. За 30 секунд, здравствуйте. Сейчас мы едем в школу. Вот и на 14 февраля. Сегодня праздник. Вот, маму, Кирилл. Тимофейка у нас в саду остался, а мы с Кириллом едем. А что у нас не за них? А? Что у нас не... Конечно, а то ему неприятно, что я тебя забираю. Ну, хотя нет, он знает. Он вообще-то к этому нормально относится. Он знает, что у тебя школа. Что-то потом, когда я его так же буду забирать, когда у него уже подготовка к школе будет. Он вместе будет. Нет, ты уже в школе будешь. А ты... Ты уже в школе будешь. Причем во втором классе. Слушайте, я первый раз такое вижу. Даже у нас, ну, как бы... В нашем ЖК такого нет. Посмотрите, какая гора. А это все парковочное место. Офигеть, я такого не видела. То есть, оно все скапливалось, скапливалось. И они вот сейчас вот решили все-таки наконец-то убрать. Сейчас по телевизору показывают фигурное катание. Я поработала. Все новинки товара добавила на сайт. О! Я знаю, что это Александра Трусова, потому что у него красные волосы. Я ее запомнила. А тем временем пришел подарок небольшой для моего мужа на 23 февраля. Я ему, в общем, выбрала такой небольшой подарочек. Это вот такая подставка-зарядка для его джойстика для PlayStation 5. Вроде она беленькая, тут светится. Потом надо будет второй джойстик еще купить. Поеду потом за продуктами и потом уже за детьми. Помимо продуктов надо еще Кириллу взять рубашку белую. И потом уже за детьми отвозить Кирилла на тренировку по футболу. Притащила продукты. Детей забрала из сада. Уже на тренировку сходили. Кирилл там померил одежду. Дети там играют. Новую игру, которую вчера Тимофею подарили. Вот, Шок-паук, пожалуйста, забирайте. И Омонгаз. Я заберу. Я буду и салон. Хорошо. Убирай вещи. Убирай, пожалуйста, рюкзак. Убирай. Да, Кирилл, в стирку. Это на кухню. Молодец. Доброе утро. 16 февраля. Дети завтракают. Вот, булочками. Мы, кстати, завтракаем перед садом. Да? Потому что мы поедим. Пока приедем в сад, они опять кушать хотят. Два раза кушаем. Кирилла сегодня смотр строя. Сейчас помыли голову. Я ему высушила волосы. Вот так уложила. Мне кажется, даже ничего получилось. Потому что мы не успели подстричься. А коты у нас хотят кушать. Как оно? Мы с мужем сейчас съездили в Ашан, притащили продукты. И я сходила, забрала хаги-ваги. И они просто жесть. Я вот здесь спрятала их, чтобы дети точно не нашли. Я заказывала синего и оранжевого, а пришел красный. И это очень плохо, потому что, блин, красный вообще никому не нравится. Ну, придется разыгрывать, потому что время уже возвращать нету. И плюс я заказывала, они стоили, по-моему, рублей 850. А сейчас тысячу с чем-то за оранжевого. Прикиньте, да? Ну, синий, ладно. Синий как синий. Тут, кстати, положили какие-то подарочки. Но лучше бы они не положили подарочки, а прислали оранжевого. У меня у бабушки на этой неделе день рождения. Воскресенье. И мы ей купили вот такой подарок в Ашане. Смотрите, как прикольно выглядит. Луна, месяц и бамбук. И еще я взяла ей большие сканворды. Здесь крупные клетки, видите? Она мне любит разгадывать сканворды. Так что вот такой ей будет подарочек. Подарочек. Также купила подарки своим племянникам. Это старшему. Я решила в этот раз, так как нету большей такой возможности какое-то что-то дорогое подарить. А игрушки ему уже 10 лет. Я, честно говоря, не всегда угадываю с игрушками. Решила попробовать подарить Гарри Поттер и Философский камень. Вдруг ему понравится. А второму племяннику солдат и мотоцикл. У меня у детей есть типы такого мотоцикла. Им он очень понравился. Я думаю, может быть, племяннику тоже понравится. Осталось придумать подарок только свекру и брату моего мужа. И все. Помимо того, что мы купили продукты, я еще получила новую поставку косметики. Я вам сейчас хочу показать. Как вы думаете, вот в этом пакетике на какую сумму по закупке? Здесь на 20 с чем-то тысяч. Представляете? Мне раньше казалось, что если делать закупку на 20 тысяч... Ну вот, когда еще у меня не было магазина, да, там ничего. Я думала, что если купить на 20 тысяч оптовой цене корейской косметики, то у меня просто здесь фура заедет, короче, и все будет в этой косметике. Нет, вот 20 тысяч. Я тут сегодня хочу попробовать снять первое видео на канал Лейн. Вот Бонни пришла. Я тут поставила себе студию. Очень красиво сюда подошел этот цветок. Я вот думаю, может, себе реально такой же взять. Поставила свет. Мне бы, конечно, лучше, чтобы шторы были белые, и я потом цветную лампу могла бы выставлять, как мне нравится. И чтобы был разноцветный фон сзади. Но так тоже, в принципе, ничего. Мне нравится, как сочетается. Что у нас здесь делает кошка? У нас, конечно же, кошка интересуется, что тут происходит, потому что она первый раз видит, чтобы так стол боком поставили. А это стресс уже большой. Мы приехали на комиссию ЦПМПК. ЦПМПК, по-моему, как так называется. Кирилл, стой, дорога. И, в общем, наконец-то, летом еще прошли всех врачей. Наконец-то записались. И вот сейчас пойдем. Пойдем, Кирилл. ЦПМПК. Пойдем. Здесь вот, надо, сказали, до конца пройти. В Москве сегодня плюс три. Я в куртке. Зачем-то в светлых штанах, которые все уже грязные. Да, деревья мы уже видели. В общем, сейчас посмотрим, что Кириллу скажет. Если все нормально, то в саду будем, наконец-то, логопедом заниматься. Если нет, то летом будем платных. Переживаешь? Нет? Ну, не надо, потому что просто с тобой поговорят, и все. Я настолько сильно лоханулась, что я, по-моему, вообще никогда в жизни так неподготовлено не приезжала. Во-первых, я не сделала копии, но это фигня. Во-вторых, оказывается, нужна характеристика из дошкольного учреждения, где мы учимся. И она не пишется за две секунды. Но мне сказали, позвоните, узнайте, может, вам в электронном видео пришлют. И мне заведующая сказала, говорит, вы понимаете, за пять секунд нельзя так написать. Ну, в общем, сейчас она узнает, позвонит. Но я думаю, что нет, мы сегодня не попадем. Ну, это чисто я вообще лоханулась, потому что я как-то даже, ну, то есть я записалась, это было месяца полтора назад, я думаю, ну, еще до этого это, и я даже не посмотрела бы. Ну, я глянула, и что-то я даже не увидела там характеристику, просто ее надо было заказывать. Ну, ладно, зато Кирилл сегодня пропустил садик, да, чуть-чуть. Довольный. Зато мы припарковались быстро, приехали заранее. Сейчас я тебе сырок дам, и хочу рассказать, как мы сходили с тобой. На. Я тоже был взрослый. Как взрослый. Мы сходили, съездили в здание ТПМПК, почему только в здание, на саму комиссию не попали. Ситуация какая? Нам еще летом психолог, который в саду, дал направление на логопеда, и за лето мы уже прошли всех врачей. Единственное, у нас была накладка с поликлиникой, у них был мой старый номер, они должны были позвонить, и когда будут готовы все документы, да, там, они, оказывается, не могли мне никак дозвониться. И я только в ноябре вообще вспомнила про вот эту ситуацию, и думаю, блин, ну, что ж такое-то, что ж мне так долго не дают документы. Плюс мы не были давно в поликлинике вообще, в плане того, что мы не болели особо, ну, в общем, ничего не делали там. Приехала, забрала документы, и после этого записалась на комиссию. В это время у нас уже поменялся, оказывается, психолог в саду. В общем, мы приехали, оказывается, нужна была еще характеристика из учебного заведения. Сейчас я позвонила в наше учебное заведение, мне сказали, что у нового психолога, она, Кирилла, осматривала только на предмет подготовки к школе, что он готов, там никаких нам направлений, ничего не дали. А насчет именно логопедии ничего нету, никаких осмотров, и она не может, понятное дело, сидеть, придумывать характеристику на пустом месте. От старого психолога почему-то ничего не осталось, не знаю почему. И плюс мне сказали, что если мы сейчас пройдем эту комиссию, то с нами позанимаются только два месяца, и все. А если мы пройдем после апреля, то логопед будет в начальной школе, ну, в первом классе заниматься. Еще мне сказали, что можно написать заявление, вот есть вот такой закон, распоряжение от 6 августа 2020 года об утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. В общем, вы можете написать заявление о том, что не требуется какой-то сильной логопедии, ну, в плане каких-то вот прям серьезных занятий, а чисто подстановка звуков формируется на основании результатов логопедической диагностики с учетом выраженности речевого нарушения обучающегося. Здесь должна посмотреть комиссия чисто школы и дать заключение. В марте, вроде сказали, откроется запись на апрель, наверное, я как раз и запишусь, чтобы уже в школе, в первом классе, либо она вообще посмотрит и скажет, что, может быть, и не надо нам такое прям серьезные логопедические занятия. Надо было все-таки реально самой посмотреть и убедиться, что все документы у меня есть. Все, мы едем в сад, Кирилл, скажи всем хорошего дня. Хорошего дня! У меня к вам огромный-огромный вопрос, напишите, пожалуйста, ваш совет, потому что мне уже, честно говоря, это надоело. В общем, у нас здесь постоянно скапливается вода, скорее всего, что-то неправильно работает, просто, может быть, вы знаете, что. Температура у нас стоит 5 градусов, минус 21, это морозилка, тоже что-то слишком много. Напишите, как вы думаете, что сломано у нас постоянно, вот здесь вот скапливается вода, вот она, кстати, как будто течет, и вода замерзает и превращается в лед. Вот смотрите, какой слой. Я в который раз сейчас чищу. В общем, буду очень сильно ждать ваш совет. Надо уже, наверное, мастера вызывать или что, может, кто-то с этим сталкивался. В общем, напишите, пожалуйста. Я такой человек редко прошу советы, но здесь мне реально нужен совет. Куда мне позвонить, написать, или, может, что-то у меня там нажато не так, или, может быть, вы знаете, что у этих холодильников это холодильник Бош. Бывает такое. В общем, жду ваши советы внизу в комментариях. Спасибо большое за просмотр этого влога. Надеюсь, он вам понравился. Если это так, то, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте писать комментарии и колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. И до новых моих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok